Хеллоу! Конечно, мы могли бы сделать рекорд Гиннеса, назначив еще и на 12, на 10 и на 8 утра концерта. Я уверен, зал был бы полный. Такой был ажиотаж. Я понял, что мужчины нормально заработали, женщины поняли, что мужчины могут им подарить эти билеты и все будет в порядке. В 2013 году, 2 февраля, даст Бог, мне исполнится 50 лет. Я пишу книгу, буду ее презентовать и мы решили уже сейчас сделать со 2 по 10 каждый день по концерту. Поэтому заранее предупреждаю, хорошо трудитесь, работайте, копейки деньги, будем встречаться каждый день. И тогда точно попадем в книгу Гиннеса. Буквально вчера, когда мы возвращались из Череповца, кстати, всем вам о череповецких девчонок-столеварах привет, потому что две девчонки из прокатного цеха устроили нам показательное выступление, бои без правил, прямо перед сценой. Это было классно. По-моему, мы даже сфотографировали и выложили в интернет, будем кайфовать. В общем, вам, наши уважаемые володжане, а череповчанок, пламенный привет. И, приходя домой, вчера уже поздно ночью обнаружил конвертик. Смотрю, от губернатора Вологодской области. Если не верите, это впервые. Высоцкого только после смерти признали. Нас уже начинают признавать при жизни. Виталий Николаевич проработал 15 лет в филармонии. Все до последнего дворника получили звание заслуженного артиста, какой-то там, чего-то там. И только Виталий Николаевич в прошлом году был уволен из рядов филармонии, как несостоявшийся артист. Теперь он полностью пришел в группу сборная союза, с чем я его и поздравляю. Итак, хочу зачитать. От губернатора Вологодской области, по поручению губернатора Вологодской области, поздравляем вас. Я чуть-чуть щелюсь, плохо вижу. Очень мелко, потому что очень теплые слова. Благодарим вас и группу сборного союза за активное участие в жизни и судьбе нашей страны. Олег Кувшинников. Ну как приятно. Мы высказали свою гражданскую позицию. Наши люди у власти, мы, вы знаете, написали песню «Моумы» два года назад. В то время Путин еще, будучи премьер-министром и очень сомневающийся в своих будущих победах, сказал, что именно эта песня подбила его на создание Народного фронта. Теперь группа сборного союза, в общем-то, получается, и Народный фронт возглавляет, и правительство Российской Федерации, да, в общем-то, и всю Россию. Поэтому пока мы рядом, значит, все будет в порядке. Девушки, девочки, бабушки и прабабушки, мышки и малышки, всех вас с 8 марта. Это замечательная цифра, потому что она сделана по образу женщины, а женщины, как правило, в горизонтальном положении напоминают бесконечность, как, в общем-то, и любовь. Встречайте, группа «Горная союза». Утро доброе вам, россияне, нищим хлеба, богатым ума. Над Россией трёхцветное знамя, Бог един и Россия одна. Все мы, люди на этой планете, мудрые скажут, услышат юнец. Все мы, чьи-нибудь грешные дети, и судья нам небесный отец. Я утром встану и в окна гляну, вот и пришла весна. Я крикну маме, Бог, снова с нами глянь, мама из окна. Утро доброе вам, россияне, мы в обиды себя не дадим. Над Россией трёхцветное знамя, мы едины и мы победим. Люди добрые, вы улыбнитесь, а не добрые, станьте добрей. Вы друг другу любовь подарите, ради Бога и ради детей. Я утром встану и в окна гляну, вот и пришла весна. Я крикну маме, Бог, снова с нами глянь, мама из окна. Я крикну маме, Бог, снова с нами глянь, мама из окна. Я крикну маме, Бог, снова с нами глянь, мама из окна. Я утром встану и в окна гляну, вот и пришла весна. Я крикну маме, Бог, снова с нами глянь, мама из окна. Я утром встану и в окна гляну, вот и пришла весна. Я крикну маме, Бог, снова с нами глянь, мама из окна. Я крикну маме, Бог, снова с нами глянь, мама из окна. Я крикну маме, Бог, снова с нами глянь, мама из окна. Мы не пушали с утра Самая простая песня Спасибо огромное Спасибо вам, Аккуши